Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. И сегодня у нас выпуск об одной из самых актуальных тем древней истории адыгов, условно адыгов, об одном из самых животрепещущих вопросов, самых древних периодов истории. Сегодня мы поговорим о том, кто же все-таки такие хаты, чем они отличаются от хетов и какое отношение имеют вообще к черкесам, адыгам. В общем, я поднял некоторое количество литературы, почитал эту тему, в том числе и те популярные авторы, на которых часто ссылаются любители поговорить о хатской теме, о связях хатов и адыгов. Их, на самом деле, не так уж много, поэтому, в общем-то, не представляет особой сложности как бы пройтись и разобраться все-таки, на каком уровне изучения стоит сейчас этот вопрос взаимосвязей хатов и от древних абхазо-адыгов. Для начала, кто такие хаты и как они взялись у нас в научном мире? Хаты... Дело в том, что хатов открыли довольно поздно. Последний век буквально, а особенно более-менее такое серьезное изучение происходит только в последние десятилетия. Это народ, населявший страну, которая, вероятно, называлась Хатти. Располагалась она... Ну, страну мы говорим в кавычках, некую местность такую, где проживал этот народ. Располагалась она в центральной юго-восточной части Анатолии, это современная Турция, к востоку от столицы Турции современной. И проживали они там в период, ну, как минимум, это третье тысячелетие и до начала второго тысячелетия до нашей эры, а по более широким признакам, скорее всего, самого неолита, то есть, они, можно сказать, коренные жители этого региона, одни из самых древнейших памятников ритуального значения находились на их территории. Они так условные города, самые древние. Ну, можно сказать, и проследить их с каменного века. А вообще, как бы, да, про именно история Хати, упоминаемая в источниках, это как раз этот период, который я озвучил, и это ранний средний бронзовый век для этой территории. Название вот этой страны и народа впоследствии унаследовали, считается, что покорившие хатов хеты, которые, правда, относились к совсем другой языковой семье, то есть, это совсем разные народы были. Хеты были индоевропейцами, это точно. Как ни крути, но большинство источников сообщает нам о том, что на самом деле точного самоназвания хатов мы не знаем. То есть, хаты, это условно пришло из тех же самых хетских источников, которые, как я скажу ниже, скажем так, не очень достоверны, они сами по себе очень искаженные были. Поэтому это очень условная натяжка, скорее это просто для удобства современного научного мира мы их обозначаем как хат. Представляли они собой вот в то время древние ряд таких мелких городов-государств раздробленных, то есть, у них не было единого какого-то царства, единого правителя, это просто был такой раздробленный феодальный набор полуплеменных образований таких. Каждый городок сам на себя тянул, воевали они с друг с другом постоянно. Но, как бы, некоторые из них выделялись, ну, более богаче, может быть, были, некоторые выделялись, их называли в источниках Великие Хати, допустим, царя какого-то отдельного. Одним из крупнейших поселков было поселение Аладжихуюк, вот именно с раскопок которого началось подробное такое изучение и хетов, и отсюда и хатов дальше. На сегодняшний день многие параллели оттуда, вот из этих раскопок проходят с другими народами, но об этом, как бы, скажем чуть ниже. Вторым известным поселком является Хатуса. Не знаю, почему именно его выделили, наверное, он просто там, как бы, наиболее хорошо раскопан. На сегодняшний день там музей под открытым небом находится, и, как бы, позволяет людям это все увидеть воочию, послушать. А так, как бы, Хатуса, да, она была столицей позднее уже хетов самих, но, как бы, она не была таким уж прям ключевым городом их, и у хетов, и у хатов. Дело в том, что предыстория изучения этих вопросов хатских, она привела к определенной путанице. Дело в том, что изначально, когда открыли хетов в 19 веке, их ассоциировали с библейскими хетеями, в Ветхом Завете такие упоминались, и именно по названию хетеев их, и библейских этих их, и назвали хетами. Отсюда, как бы, наименование идет. Но в дальнейшем выяснилось, что хеты сами себя часто назвали хати, по имени именно городка Хатуса, которая на тот момент, основное их время расцвета, была их столицей. Но, как бы, впоследствии оказалось, что фактически это наименование двух совершенно разных народов этнически, и ошибочное такое было мнение, стали называть хатов протохетами. Хотя, ну, какое они отношение к ним имеют, казалось бы, да? То есть, этот такой спутанный термин очень долго существовал. Собственно, о периоде становления вот этих государств мелких хати известно очень немного. Считаю, известно, что существенное влияние на формирование вот государственных образований у хатов сыграло именно торговля с Месопотамией, потому что вот этот Армянское Нагорье и соседние его территории в конце, в конце, да, третьего тысячелетия на нашей эре находились на полном самообеспечении. Здесь была развитая металлургия, сельское хозяйство хорошее было. Ну, то есть, ну, как бы, все условия и признаки для построения государства появились, стали выделяться более обеспеченные слои, соответственно, сословия появились и, как бы, образовались первичные такие феодальные некие полу-государства, полуплеменные, которые очень сильно подвержены были влиянию культурами Сапотамии, очень заимствовали многое. Ну, поскольку были более, ну, менее, скажем так, менее развиты, чем, естественно, Месопотамия того времени, которое имело уже развитое государство. Но известно, что этот регион был тогда трудодоступен для тех же, там, допустим, территории Вавилона, Месопотамии, Шумеров, позднее сирийцев, и как бы сюда вторжений особых не было, жили они более-менее относительно спокойно, воевали в основном только между собой. Регион, в общем-то, мирно соседствовал с крупными цивилизациями. Сам язык хатти стал известен нам, ну, ученому миру по записям религиозных обрядовых отрывков в дворцовых архивах Хедского царства, вот этих табличках, где клинописью было изображено все. И таблички эти были найдены в городище Бгаскёй, так называемое. Но, к сожалению, авторы и ученые, которые изучали эти таблички, совершенно определенно утверждают, что сами хедские песцы, которые вот записывали эти таблички в уже более позднее время, когда уже хаты были давно покорены и подзабыты, они записывали эти отрывки часто с хедским переводом, и сами этого языка уже не знают хатского и не понимая его. И записи, они крайне неточны из-за этого, то есть какие-то аналогии подбираются, слова искажены, там, ну, то есть, какой-то логики и понимания в них нет. Часто еще использовалась система так называемой аккадской клинописи, то есть из месопотамии, пришедшей в такой хедской разновидности для записи именно хатских текстов. И она была совершенно не приспособлена для этого языка, то есть, она плохо очень отражала буквы, слова вот этого алфавита хатского. Она была семитской, в общем-то, подсемитские языки подстроена. И очень, ну, в общем, не передавала правильно этот язык. Соответственно, мы видим здесь полную утерю, как бы, языка, преемственности и, соответственно, восстановить что-то сложно полноценное. Там, насколько известно, лишь несколько десятков каких-то слов, отдельных коротких фраз восстановлено, но полноценной, как бы, языковой системы нет. Мы не понимаем на сегодняшний день даже точного отношения этого языка к какому-либо другому. Как вот утверждают те же самые, кстати, авторы, на которых очень часто ссылаются в разных черкесских адыгских пабликах, как бы, берут просто почему-то одну половину, но не договаривают второй половине. А во второй половине там более конкретно написано. Восстановить точную фонологию хатского невозможно сейчас. А, соответственно, это делать невозможное достоверное решение, как бы, вопроса об отнесении этого языка к какой-либо группе языковой, поскольку нельзя закономерные какие-то звуковые соответствия установить. Дело в том, что простое внешнее сходство звучания слов или собственных имен без, как бы, изучения определенной закономерности и повторяемости является научным основанием для установления родства. Потому что это может быть очень, ну, просто случайные совпадения, которые нередко встречаются в многих языках мира. С другой стороны, грамматическая структура хейтского языка хорошо изучена в последние годы. Это труды Форера, Лароша, Дунаевской и Камин. Там, да, там они говорят, что вот грамматические какие-то построения фраз, они очень схожи с иродственным языкам абхазо-адыгской языковой группы. Но, опять же, аналогично и в неродственных языках может существовать. Грамматическая составляющая это, как бы, одно другого не отменяет. Некоторые языки совершенно чужды друг другу, могут сочетать себе грамматику очень похожую. Но вот именно здесь эта вероятность и прослеживается. То есть мы имеем, как бы, такую очень-очень-очень пока натянутую теорию о том, что может быть, если это не совпадение, если будут находиться еще хоть какие-то источники повторяемости, что, может быть, можно отнести будет абхазо-адыгским языкам. Как бы, авторы не отрицают, что вроде как против этой теории особо, как бы, тоже нет противоречивых данных на сегодняшний день. Просто недостаток информации. С другой точки зрения, скудные и очень спорные данные, но все же имеется возможность близности хатского, например, с южно-кавказскими языками, например, и берег-картвельскими, тем же потомкам современным грузинским языком. Поэтому, как бы, авторы очень осторожно, пока на сегодняшний день, не имея достоверной полноценной информации по языку, утверждают, что, как бы, гипотеза существует о двух версиях. Либо это очень-очень древнее ответвление от абхазо-адыгской группы, то есть был некий протонарод еще, которого очень древние времена отделилась эта группка на юг, и все, дальнейшая их жизнь там уже развивалась совершенно разными путями этих народностей. Либо это второй вариант, это промежуточное звено между языками абхазо-адыгской ветви и грузинской группы, то есть вот это древнее разветвление общей кавказской семьи, то есть одна из ветвей. Часто ссылаются на исследования грузинских авторов Миликишвили и Гергадзе, которые указывают на вероятное родство хатского с языком, допустим, касков или кашков. Это были такие варварские народы, прорывавшие к северу от хатов и постоянно их тревожившие. У них не было государственности, они просто дикими племенами там жили, кочевали вот в узком промежутке северо-восточной Турции современной. И там хаты держали, и хеты впоследствии просто какие-то посты для того, чтобы как-то вот с ними бороться. Допустим, у хетов был такой период расцвета самого могущества царства, когда один из их царей, если не ошибаюсь, около 20 походов со своей жизни совершил, чуть бывало там каждый год в эти земли северные, для того, чтобы их замерять от этих вот пришельцев, и все равно уходя, через время они восстанавливали опять набеги. То есть, по сути, это то же самое, примерно, как в Китае и монголы, например, ну, это северные племена какие-то, от которых они стеной оберодились. Или как в Англии, там, какие-нибудь пикты и Римская империя. И вот они указывают, что вот этих народов, вероятно, был схожий с хатским язык. Но, к сожалению, там еще все печальнее намного, потому что с точки зрения касков или кашков, там вообще никаких источников их языка нет, и мы имеем лишь название личных имен, ну, имена там царьков каких-то их, наименование топонимики каких-то местных названий. Вот и все, собственно, что там есть. Ну, населенные пункты еще какие-то у них там были. Ассирийские источники конца второго тысячелетия до нашей эры упоминают в связи с касками вот этими самыми. Также племена абешлайцев и урумейцев. Относительно урумейцев ничего не скажу, там вопрос сложный. А вот абешлайцы, как и их само племенное название, как и указков по ряду авторов, может быть истолковано как принадлежность к языку хатов и, соответственно, языку абхазо-адыгской группы. Как мы уже упоминали выше, это может быть просто случайным совпадением звуков. Этого отрицать нельзя слишком мало данных. Это, во-первых, то есть схожесть названий. А во-вторых, история языков показывает, что одинаковые этнические названия нередко прилагаются с соседями и к неродственным по языку племенам, обладающих просто похожей культурой. То есть это просто вообще и на название могло бы быть. Что касается вообще археологии региона, она могла бы открыть немного свет, конечно. Но вот регион Понтиды и Колхиды, он того именно периода, 3-2 тысячелетия нашей эры, он очень мало на сегодняшний день изучен. Разве что находки были в Очамчире в свое время. Но они показывали вообще, какую отстраненность этой культуры, которую там нашли от соседей, соседних областей. Но, тем не менее, расходили раскопки в городище Алджих и Юг в Анатолии. Там видны культовые сооружения с эпохи еще каменного века, с неолита. Сам город прослеживался с 4 по 2 тысячелетия нашей эры. И там, допустим, находили статуэтки те же оленей, такие на палочках оленя, которые, в общем-то, встречаются, с другой стороны, и в майкопском кургане Ашат. Что можно, конечно, говорить в пользу единой какой-то культурной общности, допустим, того периода. Но это не говорит о связях, к сожалению, в двух регионах. Сам этот городок Алджих и Юг был разрушен, еще, видимо, в период междуусобиц хатских полностью разрушен. И Хет и его уже новый город построили на его месте, с огромную дамбу там выстроили. То есть, это было уже совсем другое поселение. Довольно вероятно представляется, хоть и не очень доказанным, все-таки, как некоторые авторы утверждают, исходя из всей этой общей теории, что да, можно лишь говорить о некой такой общности происхождения культур, начиная от северо-востока Турции современной до северо-западного Кавказа сегодняшнего вдоль понта, с небольшим вкраплением посередине район современного Батуми, Анджарии, картфельских групп грузинских. То есть, это уже было разделено, вот эти две культуры. Но, опять же, если Северный Кавказ смотреть, допустим, сравнивая его с территорией Анатолии, допустим, на территории Анатолии были прото-дольмены, можно сказать. Но они были намного раньше, чем появились на Северо-Западном Кавказе. Как бы там немножко по-другому культура пошла. А на Северо-Западном Кавказе это появляется чуть позже и продолжается в свою дольменную культуру совершенно. То есть, идёт такое разделение совершенно. Может быть, в очень древние времена, в 4-е, 3-е тысячелетия, они ещё как-то и сообщались, эти культуры, потом полностью оборвались между собой и стали развиваться самостоятельными путями. Среди наиболее значимых хатских центров числятся в источниках города Несса, Цалпува и Прусханда, Салати-Вара, Куасара и Хатти. Вот самое хатусское будущее. Причём, самое интересное, вот тут я хотел бы заметить, что не Хатти главный город, а вот Прусханда или Бурушхатум считался каким-то самым выдающимся из всех, самым, наверное, крупным. Потому что в источниках Месопотамии, на табличках, ну, торговых табличках, именно царёк этого городка упоминается как великий царь, в отличие от остальных окружающих. Некоторые авторы утверждают, что хеты будущие, которые захватили хатов, заимствовали некоторые элементы хатской культуры, в том числе название государства Хатти, которым их называли соседи. Однако, если по названию мы ещё можем что-то говорить, ну, весьма условно, поскольку мы имеем имя Хетти, допустим, происходящее из Ветхого Завета, из которого учёные просто в XIX веке взяли их и притянули к ним название. Данных именно о культурном заимствовании хатов, точнее, от хатов, их практически нет. Ну, за исключением того, что некоторые просто жрецы какие-то ритуальные вещи иногда записывали, пытались на хатском. Возможно, да, какая-то традиция отдельных богов, она как бы продлялась. Ну, тому же бога грозы, допустим, потому что он встречается в обоих, и у хатов, и у хатов. Ну, и опять же, тут тоже спорно, потому что у европейских народов тоже бог грозы у всех есть, как и у хатов свой был всегда. И у, допустим, автохтонных народов он тоже был такой образ. Скорее всего, просто у обоих народов были боги грозы в той или иной форме, и как бы у хатов это преобразовало в то, что хатский именно ритуал они сохраняли какое-то время, или просто преобразовали в свой собственный личный ритуал. Ну, собственно, а что тут говорить, если римляне, допустим, в свое время от грехов переняли половину мифологии и спокойно с этим жили. Причем очень популярным является упоминание наличия на раскопках в городах Атусы по сей день некоего синего камня. Почему он синий, я не знаю, потому что он зеленый, он нефритовый зеленый камень стоит, квадратный большой камень, который якобы имел культовый смысл поклонения богу грозы, и через который проводятся очень часто параллели с адыской мифологией. Дело в том, что у адыгов действительно есть, ну или была, по крайней мере, такая клятва. Называлась она «синим небом кусочком синего камня, клянусь». И, по сути, являлась аналогией «клянусь небесами» и «небом клянусь» этой фразы, которая, скорее всего, возникла в результате христианского влияния, христианской религии в Зихии. Имеет корни клятвы небесами. Камень этот, он зеленый, у первых. Почему он синий, я до сих пор понять не могу, как бы я не смотрел, там множество фотографий пересмотрел. Это, в принципе, нефрит, он не синий. С другой стороны, это камни, это вполне имеющаяся в источниках история есть. Она в клинописных табличках отражена. Она отражена в египетских иероглифах, найдена, то есть, два источника целых, который говорит о истории этого камня. То есть, взаимосвязи какой-то здесь, ну, кроме исключительно умозрительного желания привязать это, как-то особо и нет. Ну, я, по крайней мере, с научной точки зрения вообще не вижу. Что касается, собственно, общественного устройства хетов, то есть, это принцип правления общества на основании своего рода таких собраний, как адыгских хосе в демократических племенах, и явное превалирование военной касты в обществе, в общем-то, не говорит о том, что это культура чем-то или устройство общества схожи с адыгскими или переняты у хатов. Это, наоборот, как раз отражение исключительно такой типичной ситуации для любого индоевропейского общества, особенно на ранней стадии, которая, в принципе, так и жила у них. Во всех индоевропейских обществах военная каста составляла высшее условие, и общество управлялось народными собраниями. Что касается истории камня зеленого, ну, в клинописных вот источниках хетских есть четкое упоминание о том, что зеленый квадратный камень из нефрита являлся свадебным подарком египетского фараона Рамзеса II, расположенного в центральном храме Хатусы. Собственно, этот подарок явился результатом мирного соглашения после такой долгой кровопролитной войны, случившейся между хетами и египтянами. Дело в том, что хеты расширяли свою империю как раз в те времена, в период расцвета, на Северную Сирию, Месопотамию, и ключевым для них являлся город Каркемиш, вокруг которого в Северной Сирии вот шли постоянные такие войны. И как бы с египтянами они не очень-то хотели конфликтовать, но так вышло, что наместник, он как бы платил дань египтяна, наместник этого города, и он, обратившись за помощью с египтянами, сам выступил против хетов, чем их вовлек в эту войну, египетский фараон выступил, было гигантское по тем временам сражение, в котором фараон этот проиграл, но чем известно, он, вернувшись в Египет, он выбил к себе хвалебные стелы, названия о том, как он смелый лев и победил всех. То есть он, на самом деле, вернувшись в Египет, наврал всем, что он проиграл и такую историю сделал, что он не как победителем вышел. Но как бы так случилось, что в то время уже Ассирия начинала подниматься как государство, довольно серьезную угрозу представлять стало, и как бы хеты с египтянами решили пойти на мировое соглашение и объединиться в союз против ассирийцев, что, в общем-то, и произошло, и этот союз, в общем, показался прочным и долговечным. И вот, собственно, эта свадьба фараона Рамзеса спустя 13 лет после подписания того мирного договора на дочери царя Ахета в Хатусиле как раз и ознаменовала вот это событие, и этот зеленый камень так и появился в Хатусе. И причем самое интересное, что эта жена фараона стала не обычной наложницей, а именно, как сказать, царевной полноценной, которая имела право решать какие-то царские дела в стране. Так называемая великая супруга фараона. Там известно, что была огромная церемония из Хатусы в Египет. Это она уходила, это свадебная церемония с огромным количеством подарков. Там есть записи о том, как Рамзес II приглашал царя Ахетов, точнее, тоже туда, но по каким-то там причинам он не отправился в Египет. А, собственно, египетские источники в Абу-Сембеле, рассказывающие об этом событии, отражены и переведены прекрасно. Там в Хатусе Ли III царь Ахетов изображен сопровождающим свою дочь в Египет. При этом вторая дочь Хатусе Лиса III царя Ахетов также стала женой Рамзеса позже, но уже под конец его правления, в 1942 году. Не у Хетов, а у Хатов. Тогда еще в тот период ранний, вот в этих их крупных городах были расположены определенные храмы, где поклонялись тем или иным божествам. То есть, как мы видим, каждый город государства предпочитал какого-то своего бога, как это было в ранних, в общем-то, античных государствах. В основном это были боги солнца и боги-кразы. И там от них ответвление. Причем был еще такой бог Вурункати, царь страны назывался он, и иногда упоминался, заменялся шумерским богом войны Забаба. И был еще бог Терепину, скорее всего, бог землепашцев из мифа об исчезнущем боге. В одном из городов в более позднее время встречался также в двух даже городах некий бог проведения, покровительствующий дух, или бог, он еще мог быть, деревней или полей, что-то такое, что-то с плодородием связано. Известно, что в египетских источниках при описании битвы при Крокемише указывалось, что как бы облик солдат рисовался хетской армии, и в них прям четко отличали с большими носами хатов и совершенно иным изображением царей хетов. То есть видно, что этническая разница была между царями и какими-то определенными хатами, хатти. Но как бы дело в том, что ни один источник не отрицает того факта, что немалая часть населения хатов этнических, она, естественно, после покорения хетами осталась на этой земле, они жили здесь, представляли часть большого общества, то есть не были истреблены, но хетизированы были, то есть приняли полностью язык культуры и утеряли свою идентичность, стали хетами. Известно очень четко, что центральные вот эти города, хетские, в самом начале периода хетской истории, когда она только стремительно расширялась империя, она же подчинила себе множество городовых государств соседних, которые явно были хатскими. Ну, или какие-то родственные хатам племена, то есть это были местные автохтомные населения, которые очень, какое-то время долго бунтовало, пока не стала полностью частью хетской империи и не растеряла все вот язык и культуру свою. Только тогда закрепилась вся эта полноценная империя. То есть это примерно лет 400-500 прошло, прежде чем это случилось. И так, как бы, подводя именно итог хатскому периоду, можно четко сказать, что хаты, ну, в общем-то, наверное, мало чем отличались с какой-нибудь Черкесии там 16-го, допустим, 17-го века. Такой разрозненный ряд племен, которые между собой периодически враждуют. Не было образа единого государства, и, естественно, они пали перед нападницей первого же нашествия с севера, то есть, собственно, тех самых хетов, которые их и покорили. К 17-му веку до нашей эры они полностью исчезают из источников хаты. При этом, единственное, что еще хотелось бы отметить, это какая-то такая достаточно мудная история про царя Аниту, который являлся владельцем города Кусара, которая, в свою очередь, была первой столицей хетов, когда они только пришли. Потому что хату состала через там какой-то длительный период достаточно столицы, туда перенесли, ее уже после того, как хетская империя расширилась для того, чтобы иметь возможность контролировать вот эти потоки торговые и военные. Она как раз на перекрестке всех этих путей стояла. А Кусара просто был, видимо, главный хатский город большой. Известно, что Кусара как раз-таки воевала с соседними хатскими городами, и тут же Аладжа Хуюк и Хатусу полностью сожгли хаты сами в войне. То есть, хеты пришли просто на руины, построили города там свои. А вот царь Кусары как раз этот вот Анита все это делал. И из-за того, что это была первая столица хетов, некоторые из ученых стали путать, называя его якобы первым царем хетов и зачинателем их вот этой царской линии. Но при этом ни в одном источнике хетов он не упоминается вообще. Царская линия совершенно другого человека идет, что вероятнее всего говорит, что это был последний крупный хатский царь, который воевал с хетами, которого они покорили в итоге. Которого какое-то время даже почитали как такого сильного воина, может быть, там, вспоминали о нем. Что касается еще одного спорного вопроса в отношении хатов, ну, собственно, хетей. Ветхий Завет, хетей, кто же такие хетей, с кем сталкиваются израильтяне, выйдя из Египта? Причем в горные, иудеи, и Палестине. Считалось, что это, ну, откуда к хеты, поскольку период выхода из Египта иудеев, он примерно прослеживается по времени, и тогда еще хеттов здесь не было. То есть, есть определенная, с очень большой, натяжечкой версия, в которой практически нет никаких доказательств, она очень теоретическая, умозрительная, но все же, что когда-то, возможно, в очень давние времена, возможно, в пятом, четвертом тысячелетиях, в эпоху неолита, каменного века, хатти, или родственные народности, были распределены, как бы, расселены чуть южнее еще, то есть, практически на территории Египта. Вся эта Палестина, иудея, вся была заселена ими. И пришедшие в Северную Сирию, из Мессопотамии, вот эти племена семитские, первые цивилизации, которые принесли, они, как бы, таким образом отрезали их от своих родственников в Анатолии, в Турции, и они, изолированные, окруженные этими семитскими племенами, оказались зажаты в горах, и, как изолированный народ, еще какое-то время жили, пока, ну, примерно до времен расцвета Иудеи, царя Соломона, когда были полностью семитизированы, то есть, полностью утратили свои, идентичность своем. Ну, такая теория. Что касается истории самих хетов, то там было четыре крупных периода, собственно, после того, как они захватили вот эти земли хатов, строили там столицу, они объединили сначала, естественно, мелкие вот эти разрозненные города-государства, окружающие первые же цари крупные их. И потом начали стремительно очень расширяться до запада Анатолии, очень далеко, там было постоянное враждующее с ними государство, которое до самого конца периода с ними постоянно восставало и пыталось отделиться. Возможно, да, это были потомки хатов. И вот, объединив всю эту территорию, они, как бы, видимо, действуя по логике захвата торговых путей, перешли через хребты, отделяющие Анатолию от Ливана и Сирии по горным тропам, вот этим маленьким, труднодоступным, это еще и лесистая местность очень была тогда, и перевалив туда, начали стремительно захватывать Северную Сирию, вторглись в Месопотамию и даже захватили Вавилон, причем его так неплохо порушили даже. Но вот это расширение, оно очень напрягло государство, естественно, как бы, то, что военные действия идут где-то там постоянно далеко от центральной части, начались заговоры, начались восстания, в общем, случился заговор, переворот, начался хаос в империи, и как бы хахеты потеряли вот эти завоеванные территории в Сирии и в Месопотамии, сомкнулись опять в Анатолии у себя, и у них период смуты шел очень долго, пока власть не захватил узурпатор, так называемый Телепин, который, захватив власть, прописал четкие, установил законы четкие о передаче царской власти, о том, как действовать в определенных периодах хаоса, и установил порядок, который действовал до самого конца в Хетской империи от передачи власти и как бы позволял спасать страну от этих смут, хотя смуты все равно были, попытки как бы сместить людей, были запорцовые перевороты, ссылали потом каких-то отдельных потомков, там даже на Кипр вроде как есть версии, ссылали, ну это долгая история там была у них, вот именно после Телепина и его преемников в дальнейших государство начало опять восстанавливаться и как бы таким образом отделился период древнехадского хетского царства от новохетского царства, новохетское царство как раз таки стало крепче и начало расширяться, восстановив свои прежние границы, у них постоянно стычки были с царством Метани по соседству с востока Хурицкое царство было, Хурицы по одной из версий тоже очень натянуты и считаются возможными родственниками чеченцев и дагестанцев, то есть войнахской группы дагестанской, но тоже там очень все натянуто, но они вроде как местные считаются очень сильные с давних пор. И вот эта империя расширилась, по южным границам установилась, именно при них в это время случались конфликты с египтянами, потом была война с ассирийцами, потом они добили вместе с ассирийцами Метани, ну то есть это как бы пик развития государства. Но к сожалению там начинались и смуты какие-то определенные, но более-менее спокойно это государство существовало до примерно 12 века до нашей эры, когда случилось великое переселение народов, и когда на территорию хетов одних из первых вторглась эта гигантская масса самых разных вероятно индоэропейского происхождения племен, которое просто в одночасти смело всю империю и увлекло за собой греков древних и этих милецких греков всех, дошла эта волна до Египта, там были мощные сражения и пала власть фараонов и эти народы моря стали владельцами Египта на несколько веков. Изменилась полностью вся картина этническая. Небольшие потомки хетов сумели закрепиться в Северной Сирии отдельными государствами, это период неохетских государств называется, и еще просуществовать примерно до 8-7 веков до нашей эры. Хотя подчеркивают ученые, что наиболее вероятно, судя по письменным источникам, это были уже не хеты и не хаты даже, это какая-то смесь местная, скорее даже семитская. То есть это просто северно-сирийский государств семитский, которые были в подчинении хетов, переняли их язык в культуру, но сами этнические были конечно не хетами. И просто пользовались этим. То есть ряд городов-государств, одно из клинописных писем исчезло к тому моменту, хетская одна из версий осталась на по-моему акадском письме и вот ее пользовались. до 7-го примерно века, когда возросло могущество новой державы Ассирии. Оно дошло до того, что Ассирия просто их одно за другим позахватывала и полностью ассимилировала, присоединив к своей территории, насадив свою культуру, язык. И получается, что к концу уже 7-го века до нашей эры исчезли в общем-то хеты, хаты, любые вот эти упоминания. Вообще как таковой термин пропал из всех источников просто было забыто имя хетов, хатов и их вариации даже позднее ирографического письма тоже исчезли со стороны с историей и только в 19-м веке уже ученые открыли этот народ заново. Известно, что когда туда приходили римляне и греки даже высаживались на то, что римляне в 6-м веке и позже Александр Покедонский когда был уже про хетов никто даже ничего уже не знал. Хотя ученые в 19-м веке очень много находили источников просто вот эти руины на холмах в Турции на скалах огромные письмена расписанные в ущельях то есть люди наверняка все это видели это доступно было как-то не обращали внимания или просто относились очень так трепетно к этому и из потомков именно хатской даехетской ветвей языки хеталувийские так называемые из этой группы изолированные очень в горах существовали еще в западной Турции ну примерно до начала нашей эры в римское время они окончательно исчезли ну такая вот история делайте выводы я лично думаю что в общем-то правильно будет та точка зрения что на самом деле да есть вероятность того что хаты были как бы культурно общими с абхазо-адыгской группой ну неким таким очень древним ответвлением первым самым еще очень изменившимся внешне ну как бы да по всем признакам но полноценно утверждать об этом сейчас что вот они точно прям были все абхазо-адыги родственники там и это наши там города там адыгские черкесские это очень с натяжечкой время покажет будут еще наверное исследования будут еще находки и какая-то из версий возобладает я лично склоняюсь к версии того что да действительно такое было что это из прото какого-то кавказского народа выделившаяся группа имеющая что-то какие-то общие черты небольшие но как бы уж очень дальние это родственники как какие-нибудь я не знаю там англичане и русские например на этом все делитесь с друзьями ставьте лайки комментируйте всем пока